Надюша, любимая, а вот и я. Он ворвался в квартиру, схватил ее в охапку и закружил в порыве страстных чувств, прижимая к груди, как самое дорогое сокровище. Как же он счастлив, когда она рядом. Это ничем не объяснить. Неужели мы скоро поженимся? Я до сих пор не верю. В порыве радостных эмоций он не сразу почувствовал, как напряглось ее тело, отстраняясь от его объятий. — Юра, подожди! — прошептала она, выскальзывая на пол. — Ты прямо как ураган. Ты захватываешь полностью. Не даешь даже вздохнуть, слово вставить. — Прости, Юра, но я, кажется, погорячилась со свадьбой. Надя виновата взглянула ему в глаза, которые только что сияли от счастья и восторга. Сияли, но тут же моментально погасли, словно их выключили, нажав на невидимую кнопку. Он молча поставил ее на пол. — Ты самый лучший, самый умный, самый надежный, но... — голос у Нади задрожал. — Я так больше не могу. Я до сих пор его люблю, понимаешь? Никак не могу забыть, как не напрягаюсь. Это выше моих сил. Прости. Он побледнел и покачнулся. Прислонился к стене, чтобы сохранить равновесие. Она испуганно схватила его за руку, чтобы удержать. Но он спокойно отвел ее ладонь и сказал чужим слегка охрипшим голосом. — Все в порядке, уходи. Она смотрела на него не мигая. Все тело сотрясал озноб, но другого выхода не было. Это был единственный способ вырваться из клетки, которую она сама себе приготовила. Пусть лучше так, чем потом развод. Ведь все равно она жить с ним не сможет. Сердцу не прикажешь. — Прости. — она молча взяла в руки приготовленный чемодан. Не поминай лихом. Быть может, я не только себя спасаю, но и тебя. Ты потом еще спасибо скажешь. Он криво ухмыльнулся. — Спасибо. Закусив губу до крови, она рванула на себя дверь. Ну вот и все. Пустота. Руины наспех построенного песочного замка. А он глупый надеялся, что сможет дать ей счастье. Рано утром, промаявшись всю ночь без сна, Юра встал со страшной головной болью и принятым решением. Больше всего его раздражала необходимость все объяснять родственникам и друзьям о несостоявшейся свадьбе. Видеть мамины слезы, звонить в ресторан и все отменять. Было невыносимо чувствовать себя брошенным женихом, отвергнутым жалким, никому не нужным. И вообще, как жить дальше? И он придумал самый лучший выход. Приехать на электричке в деревню, где жила когда-то Бабнюра. Там река с бурным потоком. Унесет только так. Никто и не отыщет никогда. А если и выпросит вдруг на берег, воспримут как несчастный случай. Никто и не подумает, что сам. Вдохновленный, пришедший в голову идеей, Юра быстро собрался в дорогу. Три часа на электричке пролетели как сон. Он сидел и смотрел в окно. От увиденного захватывало дух, приводя его в восторг. А когда он в последний раз наблюдал такую красоту? Он даже забыл, зачем он едет в деревню. Так сильно захватили его мелькающие картины природы. И почему я раньше не замечал, какая здесь красота? Невольно подумал Юра, вспоминая, что всегда старался попросту убить время, сидя в электричке. Либо дремать, либо читать фантастику. Он даже не подозревал, насколько фантастически прекрасным может быть мир за твоим окном. Вот возьми и только посмотри. Он вышел на предпоследней остановке. Когда-то здесь жила его бабушка Нюра, и он в детстве каждый год приезжал к ней. Золотое было время. Купание в реке, друзья-приятели, ягоды, грибы, ночные костры. Бабушки уже давно нет в живых, и он здесь не был уже больше десятка лет. Он и сам не знает, почему душа позвала его сюда. Видимо, еще раз показать то место, где он был когда-то счастлив, напоследок показать. Всегда первым делом он спешил с электрички на речку, чтобы искупаться, смыть усталость поезда. Потом спешил в бабушкины объятия, ее вареником с ягодами или блинчиком с домашним молоком. Его ноги привычно свернули с общей тропинки к реке, там, где был большой деревянный мостик, с которого они прыгали в реку. Интересно, сохранился ли он? Его сердце радостно забилось при виде старенького потемневшего от времени сооружения. Надо же, все так, как и раньше. Видимо, берегут, ремонтируют. Он встал на мостик, на минуту задумался, охваченный былыми воспоминаниями. Потом спохватился. Нет, лучше не расслабляться, а то все испортишь. Не для того он так долго сюда ехал. И бабушкин дом лучше не видеть, не расстравлять душу. Он подошел к самой кромке моста и только приготовился сигануть в реку, даже не раздеваясь. Как вдруг за спиной услышал чей-то радостный возглас. «Ой, молодой человек, как хорошо, что вы здесь. Мне помощь ваша нужна». Юра с недоумением оглянулся. На него зелеными, как весенняя листва, глазами, с радостным ожиданием смотрела худенькая светловолосая девушка с густыми веснушками на лице. Она безуспешно пыталась стянуть с тележки скрученный в рулон палас. «Вот, постирать хотела». Смущенно улыбнулась она. «Вот только селенок оказывается маловато. Дома-то вдвоем с бабушкой затянули кое-как, а здесь не получается. Мне вас прямо ангел послал, не иначе». Щебетала она, расстилая вместе с Юрой палас на мостике. «Ага, ангел, не иначе», – пробормотал в ответ Юра, слегка нахмурившись. «Теперь это место занято надолго, придется поискать другое», – подумал он. «Извините». Заметив его мрачное настроение, смутилась девушка и вдруг более весело воскликнула. «Ой, а я вас узнала. Вы же Юра. Тот самый Юра, который к бабе Нюре приезжал. Ведь так? Я не ошибаюсь?» Юра более внимательно посмотрел на девушку, все еще не узнавая. «А я Люба», – спохватилась она, протягивая руку. «Люба Сахнова, сестра Гошки, помните? Мы с вами по соседству жили. Я вас на пять лет младше была, и вы всегда от меня сбегали. Разные уловки придумывали, лишь бы отделаться». Давние воспоминания лавиной нахлынули на Юру. В его глазах загорелся неподдельный интерес. «Любашка, та самая? Вот так встреча!» Радостно воскликнул он, пожимая ее руку. «Как ты выросла, похорошела как?» «Та самая!» Задорно рассмеялась она в ответ, немного зардевшись на комплимент. «А ты почти не изменился, только вытянулся сильно, высоченный стал». «А Гошка как? Чем он занимается, чертяка?» Юру охватило радостное, давно забытое волнение, которое он всегда испытывал, когда приезжал сюда и встречал своих старых друзей. И это забавное словечко чертяка, которым Гошка всегда нагрожал своих приятелей, вкладывая в него разные оттенки чувств в зависимости от ситуации, было нисколько не обидное. Наоборот, веселое и доброе. «Да на тракторе он работает. Забыл, что ли, его пристрастие к технике?» «Что, так никуда и не уехал?» «Нет», – покачала головой Люба. «В городе на него хандра нападает, особенно в многоэтажке. У нас там сестренка живет, завьет его там устроиться. Так он больше одного дня там выдержать не может. Говорит, там как в скворечнике или муравейнике. Приедет, потом нарадоваться не может на нашу деревню, бегает как ошалелый». «И за ним все так же свора собак?» – радостно подхватил Юра. «Ага, еще больше!» – засмеялась Люба. «Теперь-то его никто не ограничивает в пристрастиях, вырос уже. Там и кошек, и собак разных пород и мастей. У каждого своя история появления. Ну, а мы всей деревней помогаем подкармливать, потому что Гошка – мастер на все руки, никому не отказывает в помощи. Вот ему и помогают все, особенно старички и старушки. «Вот здорово!» Юра охватила безудержное веселье, которое незаметно вытеснило черную хандру. «Ну а ты? Ты тоже в город не хочешь?» «Я-то!» – пыркнула Любашка. «Да я учусь там в медучилище, но тоже планирую вернуться в наш фаб. Если все разбегаться будут, то кто же в селах останется?» Так за разговором Юра с Любой незаметно выстирали палас, выполоскали и водрузили его обратно на тележку. «Ну а сейчас пойдем к нам?» Люба вопросительно взглянула на парня. «Ты ведь приехал места родные навестить? Я ведь правильно тебя поняла?» Ответ Юра только кивнул. Тяжесть, свечи, расковавшая душу и не отпускавшая ни на миг, вдруг волшебным образом куда-то испарилась. Он снова почувствовал себя двенадцатилетним бесшабашным Юркой, для которого не существовало лучшего места на земле, чем это село. «А ты еще не видел бабушкин дом?» «Нет», – покачал он головой. «Там сейчас кто-то живет?» «Да, Гошка там и живет. Наш отец тогда выкупил ваш домишко, когда баб Нюры не стало. Много лет он стоял пустой, и вот год назад Гошка женился и занял его». «Здорово! Хорошо, что в родном доме живут не чужие люди», – обрадовался Юра. «Идем. Он как раз на обед должен приехать. Вот он и обрадуется». Сердце Юры готово было выпрыгнуть от избытка чувств. Надо же, как судьба перевернула его душу в один миг. Действительно, Ангел-Хранитель постарался, ведь приехал сюда, чтобы утопить свое горе из себя вместе с ним. А сейчас он полон радости и волнения от предвкушения встречи со своим детством. «А можно я для начала искупаюсь? Ты не против?» Он умоляюще взглянул на девушку. «Ой, ну конечно! Я же тебя как раз от этого и отвлекла!» – спохватилась она. «Я потихоньку повезу, пока тележку она не тяжелая. А ты меня догоняй». В порыве радостных эмоций друзья детства долго тискали друг друга. «Юрка, дружище, неужели это ты? Не ожидал!» – радостно вопил Гошка на всю округу, привлекая внимание соседей. «Какими судьбами? Неужто вспомнил про нас, чертяка?» «Да уж, вспомнил!» – мыкал в ответ Юрка. «Да потише, медведь! Кости переломаешь!» Любаша с женой Гошки Катей стояли чуть поодаль и улыбались, наблюдая за парнями. «Ну, проходи, проходи!» – так сказать, в родное гнездышко. Гошка сделал приглашающий жест в свою избу. «Окунись в благодатное детство!» Старенький домик баб Нюры заметно осел. И теперь рослому Юрия нужно было в него входить, слегка согнувшись. «Чудеса!» – говорил он, озираясь по сторонам. «Почти ничего не изменилось! И печь русская на месте, и даже занавески, вышитые бабулей!» «Мы их как раритет храним!» – подала голос Катя. «Мне они очень нравятся! У твоей бабушки такой красоты целый сундук!» Я как заглянула в него, так ахнула от восторга. Сразу начала ими дом украшать. Ведь это настоящее сокровище! Видимо, любила она вышивать!» «Это точно!» – кивнул Юра. Как только свободная минутка, так сразу шитьё в руки. Говорила, что это для неё самый лучший отдых. Дом действительно был украшен вышивкой в полной мере. Скатерть на столе в гостиной, на комоде. Рушники, полотенца, кружевные салфетки. А на стенах, вышитые крестиком, картины и иконы. Мода на них пошла незадолго до бабушкиного ухода, но она успела украсить ими стены. «Не понимаю, почему твои родители не забрали с собой такую красоту? Ведь сейчас это огромные деньги стоит!» Сама видела в интернете. Не унималась девушка. «Не знаю!» – пожал плечами Юра. Меня в то время это не интересовало. А мама, наверное, посчитала, что это не для городской квартиры. Да и интернета тогда не было. «Сейчас будем обедать!» – сказала Катя, доставая чугунок из русской печи. «Обожаю борж из печи! Он такой наваристый! И еще есть скулебяка с рыбой!» «Надо же! Как бабушка в детстве!» – мелькнула у Юры в голове. «Сколько здесь традиций старинных сохранено! Вот Катя умница!» Перед его глазами вдруг встала бабнюра, как живая. Вот она сидит на той скамье напротив, смотрит на него, слегка покачивая головой, и улыбается. И таким ярким был образ, что он даже остолбенел на минутку. Слегка моргнул, и видение пропало. Он даже непроизвольно огляделся, а вдруг и другие увидели. Но никто туда не смотрел, и вскоре Гошка уселся на то самое место за столом, подвигая к себе тарелку с борщом. «Интересно», – подумал Юра. «А может, эта бабушка меня сюда позвала? Позвала, чтобы спасти?» Юра никогда не верил в подобные вещи, поэтому ужасно удивился пришедшим в голову мыслям. «Что это было? Откуда такие мысли?» «Па, неужели ты правда рядом?» И в этот момент со стенки упала вышитая бабушкой картина с двумя лебедями на озере. Все вздрогнули, а Катя кинулась поднимать упавшую вещицу. «Надо же!» – удивилась она. «Вместе с куском штукатурки отвалилась. Не иначе бабушка тебя приветствует!» Она сказала это вроде бы в шутку, все улыбнулись, но у Юры пробежали мурашки по спине. «Ну, здравствуй, бабушка!» – промолвил он мысленно, а потом протянул руки к картине и сказал шутливо. «А может, она ко мне стремилась и поэтому упала? Можно я на память себе ее возьму?» «Конечно, конечно!» – смутилась Катя. «Ведь это и твоя вещь. Можешь еще что-нибудь взять?» «Нет, спасибо, достаточно!» – улыбнулся Юра, прижимая к себе вышивку и снова подумал про себя. «Что-то я сентиментальным становлюсь». И в этот миг он поймал на себе взгляд Любы – долгий, задумчивый и словно бы изучающий. Юра возвращался домой последней электричкой. Проводив Гошку на работу, долго бродил по селу. Заходил в знакомые дома, общался, ностальгировал. Провожала его Люба. «Ты к нам на выходные приезжай. Всех своих приятелей увидишь. А то сейчас они все на работе. Еще многие к родителям из города приезжают в конце недели. Деревня никого не отпускает надолго. Вот только тебя оторвала на целых десять лет». Люба смотрела тепло, без укоризны, пожимая ему руку на прощание. «А ты будешь меня ждать?» Вдруг ни с того ни с сего ляпнул Юра, сжав ее руку до боли и тут же покраснел от собственной смелости. «Буду». Спокойно и серьезно ответила она. «И только попробуй не приехать. Сама найду». И после этих слов залилась звонким колокольчиком смеха. Домой Юра вернулся, полный новых сил и надежд. Первым делом позвонил маме и сообщил ей о расторгнутой свадьбе. «Что значит отменяется?» Недоуменно переспросила она и тут же вскипела. «Юра, я не понимаю твоего легкомыслия. Ты что, издеваешься? Все родственники уже купили билеты, чтобы к нам приехать. Подарки на свадьбу. Что я им скажу? А ресторан? Ведь это такие затраты». Она даже застонала от отчаяния. «Да что у вас там такого случилось, Надей?» «Мама, успокойся». Сдержанно ответил он. «И поверь, это не самая страшная трагедия». «Да для тебя все не трагедия. Только о себе и думаешь, эгоист». И мама в сердцах кинула трубку. «Эгоист». Мама в сердцах бросила трубку и заметалась по комнате, как раненая тигрица. «Так, для начала нужно успокоиться». Уговаривала она себя. «Успокоиться и все выяснить, что же на самом деле произошло». «Так, значит, нужно срочно ехать к сыну. Может, еще не все потеряно». Марина Борисовна сделала еще пару кругов. Потом остановилась, глубоко подышала, чтобы окончательно прийти в себя. Решительно схватила телефон. «Значит так, никуда не уходи. Я через 15 минут буду». Властно заявила она сыну и энергично нажала отбой. Юра только вздохнул, получив сие распоряжение. «Ну что ж, маму тоже можно понять». Хотя это была ее идея с пышной свадьбой. Будущие молодожены совсем не горели желанием участвовать в этой праздничной кутерьме. Единственное, чего они хотели, так это съездить в свадебное путешествие на Кипр. Ну а мама с родственниками загоношились. «Как так? А как же мы? Мы и так редко видимся. Но давайте и для нас праздник устроим». «Ну а теперь…» «Теперь страшно представить, что с ними будет». Мама ворвалась в Юрину квартиру как ураган и сразу же с порога начала без всякого предисловия. «Что у вас случилось? Кто виноват? Что теперь делать?» «Мам, ну при чем здесь кто виноват?» Поморчился Юра. «Давай без этого литературного анализа. Мне твой Герцен с Чернышевским еще в школе надоели. Я уже не ученик у доски и ты уже не мой учитель. Это пройденный этап». Мама слегка оторопела, а потом махнула рукой. «Ты как всегда в своем репертуаре. А мне что прикажешь делать?» «Мама, вчера я тоже думал, что это ужасная трагедия и никакого выхода. А сегодня, к счастью, все по-другому видится». «Мам, ну не переживай». «Вы поссорились?» – перебила его мама. «Ну давай я с ней поговорю». «Я уверена, это Надя взбрыкнула. Такое у девушек бывает перед свадьбой. Себя помню». «Мандраж, страх перед переменами в жизни. Это нервное. Это пройдет. Она меня послушает. Она меня уважает». И мама лихорадочно принялась тыкать в телефоне в поисках Надиного номера. «Мама, не смей!» Вдруг заорал всегда спокойный Юра. И с такой злостью выхватил телефон, что мама даже испугалась. «Неужели ты еще не поняла, что хватит играть в наше детство и манипулировать нами, как в школе?» С каждым словом голос Юры все больше накалялся. «Да, я был влюблен в Надю со школы, благодаря тебе. Она была твоей любимой ученицей. Я смотрел на нее твоими глазами, и мне казалось, что лучше ее нет никого на свете. Ты души в ней не чаяла, потому что мечтала о дочке, а родился я. Вот ты и решила сама себе выбрать дочку. Вырасти ее, так сказать, почти с пеленок. Меня начала зомбировать чуть ли не с первого класса. Ах, какая девочка, загляденье! Умница, красавица, мечта любого мальчика и любой матери!» Юра на секунду замолчал, а потом остановился, словно потрясенный внезапной догадкой. «Это ты? Это все ты?» «Ты тоже ее зомбировала, вбивала ей в голову мысль, что любить ей нужно только меня. И Надя долгое время тебе верила, дружила со мной, а потом влюбилась в другого мальчика наперекор тебе. Но ты, ты же не привыкла отступать. Уж не знаю как, но ты их разлучила, и Надя снова вернулась ко мне. Да, я был счастлив, какая-то пелена застилала мой разум. Но сейчас я прозрел. Я понял, что она была со мной только из-за тебя. Разве я не прав?» Юра смотрел на мать с каким-то ужасом, а она на него с удивлением. «Сын, зачем столько патетики? Не понимаю!» Пожала она плечами. «Я же видела, как ты страдал, вот и припугнула ее немного». «Припугнула?» Вытаращил на нее глаза Юра. «Что? Что ты ей сказала?» «Ну сказала, что ты жить без нее не можешь». Как-то виновата, пробормотала мама. «И если ты с собой что-то сделаешь, она будет виновата в этом». Ноги у Юры подкосились, и он буквально рухнул на стоящее неподалеку кресло. «О, Господи!» – простонал он. «Зачем? Зачем ты это сказала? Сама же говоришь, что мысли материальны. Ну да, ты бы потом ее обвинила. Какой ужас! Но все же у Нади хватило мужества вырваться из-под твоего гипноза. Как я ее теперь понимаю?» «Она еще пожалеет об этом!» В голосе Марины Борисовны прозвучала то ли угроза, то ли утверждение. «Нет, мама, нет!» – покачал головой Юра, понемногу остывая. «Ты не представляешь, как я благодарен ей за это. Я только сейчас понял, что я совсем ее не люблю. Никогда не любил. Это было какое-то наваждение, навязанное тобой восхищение. Но я выздоровел, мам, выздоровел. И все благодаря одной девушке, которая за один день перевернула во мне душу». «Девушке? Какой девушке?» – в глазах мамы вспыхнула надежда. «У тебя появилась новая девушка? Так может, еще ничего не потеряно? Может, не будем отменять свадьбу? Как ее зовут?» «Люба», – машинально ответил Юра и тут же запротестовал. «Мама, ну при чем здесь свадьба? Мы только вчера познакомились. Ну, вернее, мы с детства знакомы. Просто не виделись уже больше десяти лет». «Так тем более», – обрадовалась мама. «Если вы так давно знакомы, то и времени понадобится не так уж много, чтобы к свадьбе привезти. У нас еще три недели в запасе». «Ну все, мам, хватит», – поморщился Юра. «Ты что, издеваешься? Я слишком уважаю эту девушку, чтобы использовать ее в угоду твоим прихотям». «Так значит, ты не рассматриваешь ее в качестве жены. Она просто друг детства?» – вздохнула мама. «Эх, и когда я уже дочку себе приобрету? Не дождешься тебя». «Ну, мам, ну это у тебя прямо как навязчивая идея», – с досадой хмыкнул Юра. «Никак не угомонишься. Да хватит тебе уже об этой свадьбе печалиться. Это мои деньги, я их заработал. Пусть это будет платой за мое легкомыслие». «Жаль», – печально поджала губы мама. «Особенно жаль, что родственников придется разочаровать. Они так надеялись встретиться. Уже сто лет не собирались вместе. Когда еще появится такой повод?» «А зачем искать повод, чтобы встретиться?» – пожал плечами сын. «Ну или можно поискать другой». «О, идея!» Юра оживленно повернулся к матери. Глаза его возбужденно заблестели. «Мам, а твой юбилей?» Помнится, кто-то очень сокрушался, что его юбилей почти совпадает со свадьбой. Поэтому этот юбилей пройдет практически незамеченным в хлопотах. «Так почему бы теперь не переместить акцент на твой юбилей? Думаю, никто не откажется приехать и тебя поздравить. Пусть этот ресторан станет моим маленьким подарком тебе. Вот только тамаду переориентируем. Думаю, он не сильно расстроится». Мама с минуту с изумлением смотрела на сына, а потом изумление переросло в восторг, и она с девчоночим визгом бросилась сыну на шею. «Сынок, гениально! Нет, ты серьезно?» Она все еще недоверчиво смотрела сыну в глаза, но в них так и плескались веселые бесенята. «Абсолютно серьезно!» – кивнул он, улыбаясь. «И у меня будет повод познакомить вас всех с Любой. Надеюсь, она не откажется. Пусть только попробует!» – мыкнула мама. От ее былой горести не осталось и следа. Она довольно улыбнулась. «Неужели у меня будет самый настоящий юбилей в ресторане, да еще стомадой? Нет, это что-то за гранью реального!» «А почему бы и нет?» – откликнулся Юра. «Праздники нельзя отменять!» Мама радостно поцеловала его в щеку и, попрощавшись, тут же упорхнула. Глядя ей вслед, Юра лишь с удивлением подумал, как быстро может все поменяться в этой жизни. Буквально перевернуться с ног на голову за один день или даже час. От дикого отчаяния и полной бессмысленности до яркого всепоглощающего счастья и надежды на лучшее будущее. Почему так иногда происходит? Сами ли мы кузнецы своего счастья или горя? Или на все только воля Божья? Он тихонько присел на диван, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Никогда еще он не был настолько умиротворенным и счастливым. И вдруг быстро вскочил, словно вспомнив о чем-то. Взял в руки свою сумку и достал оттуда бабушкину картину с Лебединым озером. Долго смотрел на нее, гладя пальцем вышитую парочку лебедей, соединивших свои шеи в виде сердечка, так трогательно и нежно. И вспомнил Любу, ее милую улыбку и долгий проникновенный взгляд зеленых глаз. «Ты моя лебедушка!» – прошептал он невольно, чувствуя в душе разливающуюся нежность. «Спасибо тебе, бабуль!» Следующие выходные Юра уехал первым же утренним рейсом в родную деревню. Первым же делом направился к реке, чтобы искупаться и снять дорожную усталость. Он быстренько разделся и нырнул в прохладную водицу, с наслаждением чувствуя, как все тело наполняется благодатной энергией. Вынырнул, отфыркиваясь, и тут же услышал знакомый веселый голос. «А я так и знала, что ты приедешь первой электричкой и придешь сюда!» На мостике, радостно улыбаясь, стояла Люба в бирюзовом купальнике. «Иди ко мне!» – крикнул он. «Утреннее купание – это что-то с чем-то! Такой мощнейший заряд энергии! Я прямо сейчас к облакам воспарю!» Не успел он и глазом моргнуть, как Люба тут же оказалась в воде с радостным и восторженным визгом. «Это я тебе могу про утренний заряд энергии рассказывать!» – засмеялась она, выныривая и тоже отфыркиваясь. «А вы, городские, уже и забыли, что это такое купаться с утра в реке!» Она немного запнулась на полусловие, потому что подплывший Юра вдруг притянул ее к себе, крепко обнял, изо всех сил двигая ногами, чтобы удержаться на плаву. «Мы с тобой, как те два лебедя, что вышла твоя бабушка на картине!» – тихо шепнула ему на ухо Люба, а он невольно вздрогнул, потому что в этот момент именно эта мысль ему тоже пришла в голову. Два дня пролетели как ураган. На выходные приехали все Юрины друзья детства, и они решили устроить один большой сабантуй. Устроили его в Гошкином дворе, то бишь в Бабнюрином, потому что там было много старых раскидистых деревьев, под которыми очень удачно разместили столы и лавки, защищенные от палящего солнца. Для этого мероприятия даже был пожертвован молоденький барашек, и запах жареного мяса разносился на всё село. Проходящий мимо старичок с удивлением остановился у ворот, принюхиваясь. «У вас что, свадьба намечается?» «Не, дед Петя, её генеральная репетиция!» Весело подмигнув Любашке, тут же подхватил слова охотливый Гошка. Он давно заметил, что Юрка с его сестрой почти не расстаются, но помалкивал до поры до времени, а тут не выдержал. «Помолчи уже, Баламут!» – весело замахнулась на него Любашка, покраснев. «Всё бы тебе зубоскалить!» «Ага, правда, глаза колет!» Увёртываясь от неё не унимался Гошка, а Юра только улыбался, глядя на них. Здесь, в этом дворе, среди этой кутерьмы, он чувствовал себя до безобразия счастливым, даже круче, чем в детстве, ведь тогда он ещё не был влюблён. А сейчас, от её взглядов, лёгких, словно невзначай прикосновений, ласкового шёпота, у него не переставая, кружилась голова, а выросшие за спиной крылья периодически подхватывали его над землёй. «Гляди, какой Юрка счастливый, что в детство вернулся!» – говорила одна из старушек, сидя на лавочке у дома через дорогу. «Ну да, летает прямо!» – согласно кивнула головой другая. Жаль, Нюра не дожила, не видит, каким красавцем стал её внук. «Да уже накатить успел, вот и веселиться!» – мыкнул дед Петя, который тоже присыл к ним на лавочку. «Да сиди ты уже, старый!» – зашикали на него старушки. «По себе людей не судят, молодёжь от счастья пенеет и от избытка сил». День догорал красивым пламенным закатом, раскрашивая небо немыслимыми красками от лилово-розовых до оранжево-бордовых. «Может, сбегаем к реке? Там закат шикарнее!» – шепнул Юра Любашке, и та согласно кивнула. «А давай на Большой мост! Всегда туда хожу закаты смотреть! Там виды, ну, просто потрясающие!» Они прогуляли до самого утра. Спохватились, только когда Зорька начала олеть на Востоке. «Ой, меня мамка потеряет!» – смутилась Любашка. «Я же никогда ещё так поздно не возвращалась!» «Ну, когда-нибудь нужно начинать?» – ответил Юра и вдруг остановился. Крепко прижал к себе её трепетное тело. Нашёл горячими губами её губы. «Что ты делаешь со мной?» – жарко прошептал он. «Никогда раньше подобного не испытывал». «У тебя тоже первый раз?» – задохнувшись от избытка чувств, спросила Любашка. «А я ещё ни разу не целовалась!» – взволнованно призналась она. «А ты?» Он вместо ответа только крепче прижал её к себе. В тот день они так и не сомкнули глаз. Вечером, опьянённый от счастья и от бессонной ночи, Юра стоял на перроне, не выпуская любиной руки. «Приедешь на следующие выходные!» – горячо прошептала девушка, не сводя с него влюблённых глаз. «Только бы дожить до них!» «А давай на следующие выходные в театр сходим!» – неожиданно предложил Юра. «В нашем музыкальном театре москвичи на гастролях будут собаку на сене показывать. Сходим?» «А давай сходим!» – обрадовалась Люба. «Обожаю эту оперетту! Да и по городу я соскучилась! Скажу родителям, что подруга решила проведать. Отпустят!» «Ну вот и хорошо! Значит, через неделю буду тебя встречать!» Никогда ещё неделя не ползла так обидно медленно, как старая отжившая свой век черепаха. Юра поторапливал дни как только мог, без конца посматривая на часы. Но время, казалось, совсем остановилось. Наконец, долгожданная суббота! Юра поймал Любашку в свои объятия и уже не отпускал ни на минуту. Если в прошлые выходные они ещё старались как-то скрывать свои чувства, то сейчас они прорвались наружу бурной рекой. Их сердца колотились как сумасшедшие, а время летело, словно выпущенная на волю стрела. «Может, не пойдём в театр?» – отчаянно шептал ей Юра. «Я не смогу смотреть ни на что, кроме тебя!» «Ну ты сам меня позвал!» – смеялась в ответ счастливая Любашка. «А теперь в кусты?» Некрасиво как-то. «Не знаю, что-то сердце моё сопротивляется. Сам не знаю, почему. А неделю назад так прямо замирало от счастья в предвкушении, что будем сидеть рядом. Сам не пойму». Когда они вошли в театр, то Юра практически сразу понял причину такого сопротивления, потому что навстречу ему медленно шла Надя вместе со своей лучшей подругой. Увидев его, она вдруг вся вспыхнула до корней волос. А взглянув на идущую рядом с ним рука об руку, счастливую Любашку вовсе остановилась как вкопанная. «Ну здравствуй, Юра!» – громко с вызовом произнесла Надя, когда они поравнялись. «Быстро же ты нашёл мне замену! А ведь ещё буквально вчера в любви мне вечной клялся! Вот и верь вам мужикам после этого!» Юра лишь крепче стиснул ладонь Любаши и ускорил шаг, оставив позади остолбеневшую Надю. «Юра, кто это?» – шептала на бегу Люба, морща с отболив стиснутой ладони. «Да остановись ты ради Бога! Бежишь, как будто прокажённую увидел!» Юра резко остановился возле окна. Запыхавшаяся Люба не сводила с него глаз, ожидая ответа. Но он упрямо молчал, погрузившись глубоко в свои мысли. «Юра, это твоя бывшая любовь?» – не выдержала девушка. «Почему ты не рассказал мне о ней?» «А зачем?» Юра удивлённо посмотрел на девушку, словно очнувшись. «Зачем вспоминать то, что прошло?» Я её вычеркнул из памяти раз и навсегда. «А ведь у тебя до сих пор болит!» – помолчав, промолвила Люба. «Ой, как болит! Сколько времени прошло с тех пор!» «Да какая разница!» Вдруг резко и грубо оборвал её Юра. «Её больше нет в моей жизни!» «Я бы так не сказала!» – покачала головой Люба. «Вон ты как реагируешь!» «Да и она, судя по всему, до сих пор к тебе неравнодушна!» Вспыхнула вся, хоть пожар туши. «По-моему, любит тебя она!» «Если бы любила, не сбежала бы накануне свадьбы!» Вдруг брякнул Юра и, опомнившись, быстро взглянул на Любу. Она смотрела на него во все глаза. «Накануне свадьбы? Но почему?» «Люба, давай оставим это!» – поморщился Юра. «Иначе мы поругаемся! А мне бы этого очень не хотелось!» Весёлый спектакль прошёл в напряжённом молчании. Даже когда весь зал изнемогал от смеха, они ни разу не улыбнулись. Происходящее на сцене не касалось их сознания. Каждый был погружён в свою думу. После первого акта Люба пошла в дамскую комнату. Возле крана с водой остановилась, чтобы помыть руки и освежить разгорячённое лицо. Как вдруг услышала чей-то насмешливый шёпот прямо у себя над ухом? «Рано празднуешь победу, дорогая!» Она взглянула в зеркало и встретилась с колючим взглядом той самой девушки, стоящей у неё за спиной. «Почему рано?» – спокойно ответила Люба, хотя внутри у неё всё клокотало. «Ты-то уже, смотрю, проиграла, но всё не угомонишься. Да мне только свистни, как он тут же вернётся ко мне!» – ухмыльнулась незнакомка. «Знаю, проходили. Уже не раз возвращался. Всё мне прощал!» «Я и заметила!» – усмехнулась в ответ Люба. «Он от тебя шарахнулся, как от чумы. Любовью тут и не пахнет. Это ты ему проходу не даёшь, а он на тебя даже не смотрит». Выходящие из туалета дамочки подходили к умывальнику, с любопытством прислушиваясь к их разговору. Но те и внимания на них не обращали. «А давай поспорим!» – протянула руку Надя, когда Люба развернулась, чтобы уходить. Завтра он будет снова со мной. «Он что, лошадь для тебя?» – Люба резко ударила её по руке. «Нужна ты ему, как собаке пятая нога! Дай пройти!» – и резко оттолкнув её, Люба почти выбежала из уборной. Все наблюдавшие с недоумением смотрели на Надю, которая со странной усмешкой вытирала руки бумажным полотенцем. «Ещё посмотрим, кто проиграл!» – процедила она сквозь зубы. Когда они вышли из театра, Юра предложил. «А давай поедем ко мне? Я тебе в комнате постелю, а сам на кухне на раскладушке!» «Нет!» – покачала головой Любашка. «Я поеду к девчонкам в общежитие. Они меня ждут!» «Ну а завтра…» – заволновался Юра. «Завтра мы встретимся! У нас такие планы были!» «Вот завтра об этом и поговорим!» – вздохнула Люба. «А сегодня я что-то устала. Много о чём подумать нужно!» «Не надо!» – Юра умоляюще посмотрел ей в глаза и осторожно взял за руку. «Не думай об этом! Я не хочу, чтобы моё неудачное прошлое помешало нашим отношениям!» «Юр!» – сказала Люба и задумалась. Потом решительно тряхнула головой. «Мне кажется, ты ещё не успел её разлюбить. На это нужно время!» «Но зачем?» – скричал Юра. «Зачем я должен тратить драгоценное время, чтобы снова переживать то, что я хочу забыть? Забыть, как страшный сон хочу, понимаешь?» «Я просто боюсь!» – призналась Люба. «Боюсь, что она поманит тебя, и ты побежишь к ней, забыв обо всём на свете!» «Хорошего же ты обо мне мнения!» – Юра резко отпустил руку Любы и отвернулся, процедив сквозь зубы. «Но если ты уже заранее думаешь обо мне, как о подлеце, то и правда, зачем?» У Любы оборвалось сердце после его слов, но, вспомнив зловещую ухмылку своей соперницы, она брезгливо передёрнулась. «Зачем ей это? Та ведь не остановится ни перед чем, это уже точно!» Пострадало её самолюбие. Пусть Юра сам выбирает, а она сражаться точно не намерена. Юра тормознул проходящее мимо такси, открыл Люби заднюю дверь, сам сел спереди. Через 15 минут они вышли из машины. Юра крикнул водителю, чтобы подождал, и проводил Любу до двери общежития. «До свидания!» Сказал он, открывая ей дверь. «До свидания!» Грустно ответила ему Люба, махнув рукой. Быстро скрылась за дверью, не обернувшись. «Неужели это всё?» Юра почувствовал, как в душу вновь пробирается леденящий холод. «Эх, и почему мне так не везёт, и как с этим бороться?» Когда Люба вошла в комнату, подруги Таня и Анюта сразу поняли по её лицу, что что-то произошло. «Что случилось?» – встревоженно спросила Анютка. Люба лишь махнула рукой, типа не спрашивай. Потом обессиленно рухнула на стул и закрыла лицо руками, пряча слёзы. «Ну вот», – огорчённо произнесла Таня и села рядом, положив ей руку на плечо. «Ты ведь вроде на комедию собиралась, а выходит какая-то трагедия. Вы что, успели поссориться?» «Успели», – схлипнула Люба. Там его бывшая нарисовалась и всё испортила. «Бывшая?» – один голос воскликнули девчонки и переглянулись. «Вот это сюрприз!» «А он что?» Сделал вид, что её не знает, а она меня потом в уборной нашла. Тут Люба не выдержала и снова зарыдала. «И что, драться полезла?» – с ужасом переспросила Анюта, расширив и без того огромные глаза. «Хуже», – схлипнула Люба. «Она поспорила со мной, что уведёт его. Типа, стоит ей только свистнуть, и он будет снова у её ног». «Ну, нифига себе!» – присвистнула Танюшка. «Серьёзные амбиции у девочки». И тут же оживилась. «Ну, я надеюсь, ты приняла её вызов? Ведь приключения назревают офигенные. Я даже завидую». Танюшка, экстремалка по характеру, с интересом и азартом смотрела на Любу. «Тань, да замолчи ты!» – ткнула её в бок более серьёзная Анюта. «Не до смеха тут». «Ага». Любашка взглянула на развеселившуюся Таню. «Там страсти кипят нешуточные. Она, оказывается, накануне свадьбы его бросила». «Вот это да!» – девчонки во все глаза смотрели на подругу. «Вот это ты встряла, дорогая». «Но это каким же лохом надо быть, чтобы такое простить?» – задумчиво произнесла Анюта. «Если у него с головой всё в порядке, он ни за что её не простит». «А я что-то сомневаюсь», – покачала головой Люба. Она заявила, что он всегда к ней возвращался. «Да это, скорее всего, потому, что у него никого не было, кроме неё. Вот он и прощал. Да и те старые ссоры. Разве можно равнять с нынешней? Это уже предательство получается, если так прямо перед свадьбой», – рассудительно сказала мудрая Анюта. «А сейчас у него есть ты. И если чувства назревают серьёзные, то она ничего не сможет сделать. Если ты заняла место в его сердце, не так-то просто будет оттуда тебя вытеснить, особенно после такого предательства». «Вот именно!» – поддакнула Таня. «Тебе нельзя опускать руки. Но если только… Если только он тебе не очень нравится, а так себе, время провести». «Очень нравится», – опять всплакнула Люба. «Ещё никогда ничего подобного я не чувствовала. А как всё здорово начиналось. Я просто летала на крыльях в тот день». «А он?» «И он тоже», – кивнула Люба. «Девочки, он на меня такими глазами смотрел. До сих пор мурашки по телу. Его глаза лгать не могли. А потом этот ужасный спектакль всё испортил. Последнюю минуту Юра недаром не хотел на него идти, словно что-то предчувствовал. А я, дурочка, настояла. Вот и реву теперь одна». «Ты не одна, ты с нами», – перебила её Таня. «Мы не дадим тебя в обиду. Обязательно что-нибудь придумаем». «Эту дурацкую собаку на сене больше никогда смотреть не буду». «Что?» Девчонки с минуту остолбенело уставились на неё, потом прыснули с осмеху. «Собаку на сене? Серьёзно? Ты не шутишь? Вот это совпадение!» Люба сначала немного обиженно смотрела на них непонимающим взглядом, а потом вдруг и до неё дошло. «Слушайте, девочки, а ведь и правда». И она невольно улыбнулась. «Да Юре, видимо, раньше дошло, что на такой спектакль не нужно ходить. Он меня так уговаривал остаться дома». «Да», – протянула Анютка. «Она вам устроила спектакль по клеще испанских страстей. Ещё одна Диана, блин». «Значит так». Отсмеявшись, Танюшка уже более серьёзно посмотрела на своих подруг. «Этот вызов нужно принять обязательно. Она должна пожалеть, что появилась на твоём пути и очень сильно пожалеть. А сейчас пора спать. Утро вечера мудренее». «Но сначала позвони Юре», – вдруг решительно заявила Аня. «Это ещё зачем?», – опешила Люба. «Пусть же Лиза, не отходя от кассы», – мыкнула Аня. «Он сейчас на распутье, да и в тебе не очень уверен. Вдруг ты решила самоустраниться, а ты сейчас позвонишь и вернёшь ему равновесие всего одной фразой. Юра, спокойной ночи. Завтра я тебя жду». «Куда вы там завтра собирались?» «Не буду я звонить», – воспротивилась Люба. «Вот ещё». «Так, он тебе дорог?», – вдруг жёстко перебила её Анюта. «Да», – выдавила из себя Люба. «Но почему я первая должна?» «Я где-то прочитала», – задумчиво произнесла Анюта, – что почти 90% разрывов можно было бы избежать, если бы люди просто находили в себе силы сделать первый шаг для примирения. Всего лишь один шаг, и любовь была бы спасена. А они ждут этого шага друг от друга и теряют любовь. Теряют, а потом всю жизнь жалеют. Юра в глубоком раздумье поднялся на свой этаж и только подошёл к своей двери, как вдруг услышал до боли знакомый голос. «Юра, как хорошо, что ты один». Он обернулся с недоумением. С верхнего этажа к нему спускалась Надя. В глубине души она ликовала. «Один, значит, это деревенщина с дрейфила, и теперь у неё есть все шансы на победу». «Надя, что ты здесь делаешь?» «Тебя жду. Здесь мои вещи некоторые остались. Можно их забрать?» Она смотрела на него совершенно невинными глазами. «Проходи». Юра открыл дверь и посторонился, пропуская её. Она медленно вошла, оглядываясь по сторонам. «Я так соскучилась!» Простонала она томно. «Ты даже не представляешь». «Надь, может, уже хватит издеваться?» Нахмурился он. «Ты уже определись, чего ты хочешь». А я уже определилась. Надя повернулась к нему, глядя прямо в глаза. «Юра, я выбираю тебя». «Неужели?» «Снова?» «И на какой срок?» Ехидно поинтересовался Юра, чувствуя, как предательские мурашки медленно поползли по его телу. «На день?» «На два?» «Навсегда?» «Ну ничего себе жертвы!» Юра отвернулся от неё, пытаясь справиться с нарастающим волнением. «Чему бы это? Что стало причиной такой внезапной перемены? Уж не появление ли рядом со мной симпатичной девушки?» «Тоже мне нашёл симпатичную!» – фыркнула с презрением Надя. «И где ты её только откопал, эту веснущую деревенщину?» «Таких больше нет», – отрезал Юра. «Ты пришла за вещами, вот и собирай их побыстрее». «А ты жестокий стал!» Нахмурилась Надя и подошла к шкафу. «Так учителя хорошие были!» Некоторое время они молчали. Надя собрала в пакет забытые вещи, забрала свои пузырьки из ванной комнаты. «Спасибо, что не выбросил всё это!» Она подошла к нему вплотную, глядя в глаза. Потом вдруг резко обвела его шею руками и прижалась своим лицом к его лицу. «Юр, прости меня за всё!» Выдохнула она и покаянно закрыла глаза. «Прости, прости! Я была такой дурочкой! А теперь места себе не нахожу без тебя!» «Юр, прости!» «А как же он?» Выдавил из себя Юра вопрос, который больше всего мучил его. «Ты же его любишь?» «Нет, Юра, нет!» Помотала она головой. «Оказывается, нет! Он и мизинца твоего не стоит! Я всё время вас сравниваю, и он полностью проигрывает, представляешь?» «Ты такой, Юра, ты самый лучший!» Она стала медленно покрывать поцелуями его лицо, глаза, щёки. Потом коснулась губ. Юра не в силах сопротивляться, стоял столбом, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Власть этой девушки над ним всегда была безгранична. Чтобы она не вытворяла, стоило ей попросить прощения и сказать, что он самый лучший, как он тут же ей всё прощал, и она снова начинала ловить из него верёвки. И он ничего не мог с этим поделать. Он становился безвольной игрушкой в её руках. «Ты мой любимый! Ты мой желанный!» В перерывах между поцелуями шептала она ему на ухо, с удовлетворением наблюдая, как он меняется в лице, с каким восторгом упеваясь, слушает её речи, как жадно отвечает на её поцелуи. Он снова её, весь, целиком и полностью. В её душе на все лады запели победные ликующие гимны. Она победила. Она снова победила. «Я сейчас!» – прошептала она, нежно и многообещающе выскальзывая из его объятий. «Только сбегаю в душ, и я вся твоя!» И ещё раз поцеловав его, она скрылась в ванной комнате. А он сел на диван, совершенно не соображая, что с ним происходит. И в этот момент зазвенел телефон. Он машинально схватил трубку, даже не успев посмотреть на адресата. «Да!» – выдохнул он, всё ещё находясь во власти нахлынувших чувств. «Юра, привет!» – услышал он знакомый приятный голос и затеил дыхание. «Это Люба!» «Привет!» – пересохшим от волнения голосом прошептал он. «Я звоню пожелать тебе доброй ночи и сказать, что жду тебя завтра в одиннадцать часов в сквере, как и договаривались. До завтра!» «До завтра!» Трубки запиликали короткие гудки. Юра посмотрел на телефон, медленно приходя в себя. На вождении, которое охватило его с головой от Надиных поцелуев, стало медленно отпускать его. Он схватился руками за голову. «Дурак! Вот дурак!» – простонал Юра. Снова в тот же омут с головой. «Если бы не Люба!» Он решительно встал и в этот момент из ванной выпорхнула счастливая Надя. «Любимый, ты меня ждёшь?» – радостно прощебетала она и осеклась, встретившись с его напряжённым взглядом. «Юр, что-то случилось?» Решительно кивнул он, протягивая собранный пакет. «Тебе пора домой, уже поздно!» «Что?» Она непонимающе уставилась на него. «Это что, шутка?» «Да, шутка. Сейчас такси вызову». «Подлец!» Зло прошипела она и тут же отвесила ему звонкую пощёчину. «Ненавижу!» Юра отшатнулся, схватившись за лицо. А только что в любви клялась. Усмехнулся он с горечью. «Где же ты настоящая?» Опомнившись, Надя тут же бросила зиму на шею. «Юра, Юрочка, прости меня, прости!» – щебетала она, умоляюще заглядывая ему в глаза. «Но ты ведь сам меня обидел!» «Ладно, проехали!» Юра взял её руки и снял со своей шеи, решительно отстраняя от себя. «Ты пришла за своими вещами, вот и забирай их!» «Но я же попросила прощения!» Её взор был полон кротости и отчаяния. «Надя, мы это уже проходили!» – отрезал Юра. «Я устал от твоих метаний. То люблю, то ненавижу. То со свадьбы сбегаешь, то умоляешь всё вернуть обратно. Какой-то замкнутый порочный круг, который пора разорвать раз и навсегда. Понимаешь? Иначе ни к чему хорошему это не приведёт. С тобой с ума можно сойти!» «Это всё из-за неё?» – прошипела Надя, сузив глаза. «Да она моего ногтя не стоит!» «Это позволю уж мне самому решать!» – усмехнулся Юра. «По мне, так всё наоборот!» Надя смотрела на него, чуть не задохнувшись от негодования. «Никогда ещё Юра не позволял себе так с ней разговаривать, с таким оскорбительным пренебрежением! Нет, она этого так не оставит! Нужно срочно что-то предпринять!» «Да эта деревенщина поспорила на тебя!» – воскликнула она с негодованием. «С кем поспорила?» – удивился Юра. «Что за фантазии?» «Со мной поспорила! Мы с ней в женской уборной встретились! Там она и начала хвастаться, что отобьёт тебя у меня!» «А чего ей хвастаться?» – остолбенел Юра. «Да она понятия не имеет, кто ты такая!» На секунду Надя смешалась, поняв, что немного переборщила с версией спора. А Юра, повнимательнее взглянув на неё, вдруг воскликнул. «Так вот в чём дело!» «Да-да, и я о том же!» – с готовностью закивала Надя, обрадовавшись его реакцией. «А я-то думаю, с чего это вдруг у тебя любовь ко мне вернулась неземная?» – продолжал возбуждённо Юра. «Вот же я идиот! Даже чуть было не поверил в искренность твоего раскаяния, а ты, оказывается, поспорила на меня!» «Эй, стоп-стоп! Ты меня неправильно понял!» – с беспокойством перебила его Надя, видя, что разговор принимает совсем другой нежелательный оборот. «Это она! Это она на тебя поспорила! Она! Вовсе не я!» «Надь, ты меня-то совсем за лоха не считай!» – рассмеялся Юра. «С чего бы Любе спорить на меня, если у нас и так всё было отлично, пока ты не влезла? Да и не похоже это на Любу! А вот ты… Ты в этом вся азартная собственница! Теперь я отлично понимаю твои мотивы! Огромное спасибо, что раскололась!» И он звонко поцеловал её в лоб в знак благодарности. Юра был оживлён и весел, как человек, только что разрешивший самую трудную свою задачу. А Надя стояла столбом, чуть не плача от отчаяния и бессилия. Вот только что она всё испортила своими собственными руками. «Да знаешь что? Да… Да пропади ты пропадом!» – со злостью воскликнула она. «Тебе только такая деревенщина и подстать!» И она, подхватив в руки свой пакет, выскочила в подъезд, с грохотом захлопнув дверь. «Ну вот и всё!» – радостно думал Юра, закрывая дверь на замок. «Похоже ты парень окончательно исцелился, раз и навсегда!» Злая волшебница утратила все свои чары. Приняв душ, он смыл с себя все свои невольные прегрешения и её проклятия, как учила когда-то бабнюра. «Вода смывает всё плохое!» Потом лёг на диван и уснул сном невинного младенца. Утром он проснулся счастливым, полным сил и надежд. Как оказывается, прекрасна жизнь, когда она ничем не омрачена. С восторгом подумал он, вдыхая аромат свежезаваренного кофе и предвкушая встречу с Любой. «Интересно, и сколько новых счастливых моментов она мне сегодня приготовила?» Этот момент в дверь позвонили. Юра вздрогнул, взглянув на часы, потому что собирался выдвигаться минут через двадцать. «И кого это принесло?» С досадой подумал он и напрягся. Его хорошее настроение слегка пошатнулось. «Надеюсь, без неприятных сюрпризов. Что-то они ко мне зачастили в последнее время. Нет, только хорошие», – решительно заявил он самому себе, подходя к двери. «Плохие даже упускать не будем». «Юра, что у вас с Надей происходит?» Марина Борисовна ворвалась в квартиру сына, даже забыв поздороваться. «Всё в порядке», – отозвался Юра. «Просто я начал выздоравливать от этой больной привязанности. А что случилось?» Юра взволнованно посмотрел на часы. Марина Борисовна в волнении начала написывать круги по комнате. Когда она нервничала, такое часто у неё бывало. «Ма, говори быстрее, я на свидание опаздываю». Она вчера вся в слезах ворвалась ко мне в квартиру и бросилась мне на шею. «Марина Борисовна, миленькая», – плакала она. «Спасите меня, я без него жить не могу». «Без кого?» – спрашиваю. «Без Юры», – схлипывает она. «Как я поняла, ты сама отменила свадьбу». «Спрашиваю её озадаченно, потому что другого всё никак не забудешь». А она плачет, заливается и мотает головой. Обзывает себя всякими словами. Мол, дура, идиотка, не знала, что творила. И только сейчас поняла, что Юра для неё всё. «Ой, мам, только не надо», – поморщился Юра. «То, что она прекрасная актриса, я уже давно убедился. А ещё превосходный манипулятор. Это раньше я верил как дурак в искреннее её раскаяние. Но в последнее время мои глаза открылись, и я вижу её насквозь. Она вампир, которого сейчас лишили источника подпитки, вот она и бесится. Но я больше не хочу её видеть, слышать о ней даже не хочу». «Да, я это всё понимаю», – взволнованно проговорила Марина Борисовна. «И даже рада за тебя, что ты освободился. Но она… Она меня очень сильно беспокоит. Ты бы её видел. Она была просто невменяемой. Потом начала меня обвинять, мол, это я её убедила, что Юра без неё жить не может. Что она поверила, а мы её предали. Что ей жить теперь незачем». Убежала вся в слезах. «Я всю ночь не спала. Переживала, как бы она с собой что не сотворила от отчаяния. Она тебе не звонила?» Юра озадаченно покачал головой, но потом спохватился. «Я же телефон на беззвучку поставил на ночь, чтобы выспаться никто не помешал». Он взял телефон и начал читать вслух открывшееся послание. «Бог создал звёзды, голубую даль. Но превзошёл себя, создав печаль. Растопчет смерть волос пушистый бархат, набьёт землёю рот, и ей не жаль». «Стихи какие-то», – нахмурился Юра. «Амар Хаям», – машинально ответила Марина Борисовна и тут же схватилась за сердце. «Юра, звони ей срочно». Юра набрал номер и тут же получил чёткий ответ. Абонент временно недоступен. «Боже, что же делать?» – отчаяннее прошептала Марина Борисовна. Ноги у неё подкосились, и она обессиленно упала на диван. «Сынок, тебе нужно срочно ехать к ней. Родители сейчас на работе, и она в полном одиночестве. Я боюсь». «О господи!» – простонал Юра. «А как же Люба? Она ведь ждёт меня». «Ничего, позвони ей. Если любит, дождётся», – взволнованно произнесла мать. «Тут жизнь человека на кону. Ты ведь сам себе не простишь, если что-нибудь случится». Юра схватил телефон. «И что я ей скажу?» – мучительно простонал он. «Выглядит так, словно я нарочно придумываю отговорки. Говори адрес вашей встречи. Мать решительно встала с дивана. Я найду её и постараюсь объяснить. Доверься мне». Юра мгновение колебался, потом, взглянув на мать, махнул рукой. «Пусть будет так». Назвал адрес и выбежал за дверь. На улице быстро поймал такси. Надина квартира была открыта. Он быстро, не разуваясь, вошёл в неё. Огляделся по сторонам и дёрнул дверь её спальни. Надя лежала на кровати, раскинув руки, и, казалось, спала. Рядом, как в плохом кино, лежал опустевший пузырёк из-под таблеток. «Надя!» – кинулся он к ней и затряз её за плечи. «Надя!» – с отчаянием крикнул он. «Что ты наделала?» Но глаз она не открывала. Он трясущимися руками схватил телефон и лихорадочно набрал номер скорой. «Алё!» – крикнул он срывающимся голосом. «Скоро я! Примите вызов! Девушка таблетками отравилась!» «Как? Ещё одна?» А потом, выслушав адрес, тут же его успокоили. «Нам уже позвонили по этому адресу. Машина будет с минуты на минуту. Ждите!» Эта минута показалась Юре вечностью. Он всё ещё не верил, глядя широко открытыми глазами на лежащую без движения девушку. Ему всё казалось, что она сейчас откроет глаза, засмеётся озорно и крикнет, как в детстве. «Ха-ха-ха!» – обманули дурака на четыре кулака. Но она молчала, разрывая ему сердце неизвестностью. А он не смел даже притронуться к ней, боясь потерять последнюю надежду. «Надя, что же ты? Зачем?» – бормотал он время от времени, наполняясь мучительным чувством вины. Но зачем он выпроводил её так бесцеремонно? Он же разбил ей сердце, забыв, как сам стоял совсем недавно на краю гибели. Наконец дверь открылась, и в неё с шумом ввалились два плечистых медбрата. Один из них, схватив девушку за запястье, тут же кивнул. «Успели, есть слабый пульс». После необходимых манипуляций они быстро и слаженно погрузили её на носилки. «Вы с нами?» – оглянулся один из них на Юру. «Да». Марина Борисовна сидела на скамейке в сквере и уже минут двадцать наблюдала за худенькой светловолосой девушкой, стоящей у фонтана. Она сразу её узнала среди всех. Но, обуреваемая противоречивыми чувствами, всё никак не решалось к ней подойти. И только когда Люба, нахмурившись и ещё раз взглянув на часы, собралась уходить, окликнула её. «Люба». «Да». Девушка стремительно обернулась к ней. «Мы разве знакомы?» «Я мама Юры, Марина Борисовна». «Что с ним?» – встревожилась Люба. «С ним что-то случилось?» «Да», – кивнула женщина. «И мне нужно с тобой поговорить очень серьёзно. Давай присядем вон на ту скамеечку». Люба взглянула на женщину. Та выглядела взволнованной и удручённой. «Люба, ответь мне на один вопрос, но только честно. Ты любишь Юру?» «Да», – кивнула Люба. «С детства люблю. Он каждое лето приезжал в нашу деревню к бабе Нюре. У меня сердце всегда замирало, когда я видела его». Люба немного смутилась после такого признания и слегка покраснела. Я даже ему в этом до сих пор не призналась. «А ты знаешь, что у него есть невеста?» – вдруг решительно перебила Марина Борисовна. «Вы хотели сказать бывшая невеста», – поправила девушка. «Нет, совсем не бывшая. У тебя неверная информация. У них большая многолетняя любовь и свадьба у них через неделю». «Но ведь она…» «Она ведь бросила его перед свадьбой». Растерялась Люба. «Нет, Люба, я не верю в это. Они просто поссорились на время. У них часто такое бывает. Они столько лет уже вместе, друг без друга долго не могут. Вот и вчера она прибежала ко мне вся в слезах и истерике, что Юра ее бросил, а она жить без него не может. Так что, девочка, лучше в их жизнь не вмешивайся. Ты славная, и я не хочу, чтобы ты пострадала от этих отношений». «А сына? Своего сына вам не жаль?» – крикнула в отчаянии Люба, и ее глаза наполнились слезами. «Она же манипулирует им. Использует его как хочет. Вы что, сами не видите? Она же больная на всю голову». «Ну откуда ты можешь знать? Ты ведь ее даже не видела?» – осуждающе поджала губы мать. «Я не видела. Очень даже хорошо ее рассмотрела, во всех подробностях. Перед мной она даже и не старалась скрывать свою сущность». «А где ты ее могла видеть?» – растерялась Марина Борисовна. «В театре, где она закатила Юре скандал, что он быстро нашел ей замену. Ну вот видишь, она расстроилась и…» «Но вы не знаете, что было потом?» – взволнованно перебила ее Люба. «Она нашла меня в уборной и заявила, что Юра будет снова с ней, стоит ей только свистнуть. Видели бы вы ее глаза?» В них плескались ненависть и торжество. Юра был ей нужен только для самоутверждения. «И еще, еще она заявила, что вернет его любой ценой наспор». «Что?» – Марина Борисовна вздрогнула и побледнела. «Она спорила на Юру наспор любой ценой?» Люба кивнула. Марина Борисовна смотрела на нее, не мигая. Теперь и с ее глаз начала потихоньку спадать многолетняя пелена. «Так и сказала?» – дрожащим голосом проковорила она. «Стоит ей только свистнуть?» Люба снова кивнула и подняла на нее встревоженные глаза. «Нет, такие глаза лгать не могут. В них ни капли лукавства». И словно для сравнения, она вспомнила Надины глаза. Когда та кричала в истерике, что жить не может без Юры. И в них была вовсе не любовь. Она видела в них злобу и отчаяние. А еще месть видела Марина Борисовна. Она сжалась от таких воспоминаний. Как же она была слепа. Вроде взрослая и умная женщина, а повелась на игру лицемерной девчонки. А та ведь всю жизнь играла, пыталась угодить учительнице, во всем извлекая для себя пользу. И только однажды она была искренней, когда влюбилась. Но тут уже у Марины Борисовны тогда замкнуло, когда она увидела сына страдающего. Испугалась сильно за него и попыталась спасти их отношения. «Спасибо тебе, девочка!» – трогнувшим голосом сказала Марина Борисовна. «Ты мне открыла глаза и сжала Любину руку. Теперь я отлично понимаю ее мотивы. А ведь до этого я пребывала в полнейшей уверенности в ее безумной любви к моему сыну. Я все думала, как бы поделикатнее тебе сказать об этом». Она замолчала, все еще переживая глубокое потрясение. «Боже мой, да она просто маньячка, маленькое чудовище!» Женщина в отчаянии схватилась за голову. «Я чуть было не испортила жизнь собственному сыну. Она же только что пыталась покончить с собой». «Как?» – скричала Люба и зажала рукой рот от ужаса. «Да!» – кивнула Марина Борисовна. «Когда мне позвонил сын и сказал, что она отравилась таблетками и ее увезла скорая, я пребывала в таком же шоке. А теперь я понимаю, я понимаю, что это был хорошо разыгранный спектакль. Спектакль, чтобы привязать к себе Юру чувством вины. И как же я раньше ее не разглядела? Не увидела, что под ангельским личиком скрывается дьявольская личина, которая ни перед чем не остановится ради собственной выгоды. А ведь Юра… Он уже успел ее раскусить, что она, как вампир, питается его энергией. А я все отказывалась верить». «Доктор Кагана…» – взволнованный Юра вскочил навстречу вышедшему из палаты реанимации доктору. «С ней все в порядке. Кто конкретно вас интересует?» – спросил доктор, замедлив шаг. «Как там девушка, которая таблетками отравилась?» «Ах, это…» – доктор вздохнул, потом поднял на него усталые сожалеющие глаза. «Это жить будет, и, по-видимому, долго». «Фух, ну слава богу…» – оживился Юра. «А можно ее навестить?» «Она уснула. Скоро она будет дома, там и навестите». Доктор еще раз взглянул на повеселевшего парня, хотел что-то сказать, но потом, покачав головой, поспешил дальше. Юра уже спускался с крыльца больницы, как вдруг увидел спешащих ему навстречу маму и Любу. «А вы почему здесь?» – удивился он. «Спешим тебе на помощь», – отозвалась Люба. «Как она?» «Да вроде бы в порядке. Кто-то вовремя вызвал скорую, это ее и спасло». «А вам не кажется, что она сама себе вызвала скорую?» – вдруг подала голос Марина Борисовна. «Да нет, не может быть», – сомнением покачала головой Люба. «А может, может, в последнюю минуту испугалась, что она натворила и позвонила», – предположил Юра. «Эх, наивные вы ребятки», – печально вздохнула Марина Борисовна. «Наивные и чистые. Вы даже и предположить не можете, что столкнулись с подлостью. Всех по себе меряете. Каждому поступку добропорядочное оправдание найдете». А я раскусила ее игру. Это она сама вызвала скорую. Чтобы ты, Юра, виноватым себя чувствовал, сделала вид, что отравилась. Господи, как же я была слепа. «Прости меня, сынок, прости». Видела только то, что хотела видеть, а вглубне заглядывала. Да и она всегда играла безупречно. Только самой лучшей стороной ко мне поворачивалась, а я была очарована. Но как это может быть? Юра все еще не верил, глядя на мать изумленными глазами. Это что, ее маленькая месть? Но получается, получается, она не только меня одурачила. Она еще и медперсонал заставила попереживать. Я же врача только что видел. И показался он мне каким-то удрученным. Даже вроде потрясенным чем-то. Он даже хотел мне что-то сказать, словно предупредить. Но потом почему-то передумал. Неужели это правда? Юра, прости меня. Я тогда не рассказала тебе. Боялась, что ты мне не поверишь. Подумаешь, что наговариваю. Вдруг перебила его Люба. Тот вечер в театре, в дамской комнате она поспорила на тебя. Поспорила, что ты вернешься к ней, стоит ей только захотеть. «Да, я уже знаю», – спокойно ответил ей Юра и грустно улыбнулся. Она сама себя выдала. Пыталась убедить меня, что это ты поспорила. Я ей не поверил, выгнал ее. Вот она и отомстила мне. «Так это все из-за меня произошло», – испугалась Люба. «Нет, вовсе нет». Юра легонько притянул ее к себе, прижав к груди. «Просто бог шельму метит. А ты мне помогла скинуть эту многолетнюю пелену из глаз. Помогла понять, где есть истина. Спасибо тебе». «Да, девочка, спасибо тебе. Вовремя ты появилась в нашей жизни». Марина Борисовна тоже горячо приобняла девушку. «Ты такая чистая и искренняя. Это качество редко встретишь в нашей жизни». «Кстати, Юра», – переключилась она на сына. «Ты пригласил Любу на мой юбилей». «Не успел еще», – Юра покачал головой. Он вдруг отстранил Любу от себя и, заглянув ей в глаза, решительно добавил. «Ты должна знать. Я не хочу, чтобы оставались недомолвки. Этот юбилей первоначально был запланирован как наша снадий свадьба. Деньги внесены, гости приглашены. И чтобы все не отменять, мы решили праздник переименовать». «Я поняла», – кивнула Люба. «Я верю, что все это в прошлом. И мне, кстати, очень нравится идея, что вы не стали отменять праздник, не стали делать из этого трагедии. Я с удовольствием приду на это мероприятие». Она с улыбкой прижалась к Юриному плечу и в этот момент увидела свою подругу Танюшку, которая быстро сбегала с крыльца больницы. «О, какой сюрприз», – воскликнула Любаша. «А я и забыла, что ты здесь практику проходишь. Знакомься, это Юра, а это его мама Марина Борисовна». «Очень-очень приятно, Таня», – представилась девушка. «Скажи, Танюш, а в каком ты отделении здесь работаешь?» – вдруг спросила Марина Борисовна. «В отделении реанимации», – отозвалась Танюшка. Люба с Юрой переглянулись, а Марина Борисовна продолжала. «Тяжелая, наверное, работа. Каждый день чью-то жизнь приходится спасать». «Ага», – вздохнула Таня. «Только некоторые пациенты этим бессовестно пользуются. Только что одна девица нам шоу устроила. До сих пор в шоке пребываю». «Какое шоу?» – один голос спросили Люба и Юра. «Выпила две таблетки снотворного?» – продолжала Таня. А пустой пузырёк бросила рядом. Её мать увидела и с перепугу вызвала скорую. Но это можно понять, за дочку испугалась. Но когда всё выяснилось, эта мнимая сама убийца начала слёзно упрашивать нашего врача сказать её жениху, который ожидал за дверью, что всё было по-настоящему. Представляете? И даже деньги ему предлагала. Я это случайно услышала, когда в палату зашла. Врач очень рассердился, спросил в своём ли она уме, а та заплакала и сказала, что её жизнь рушится. И если он её не спасёт, то она и в самом деле таблеток наглотается. Представляете, какой ужас? Бывают же такие люди!» Танюшка всё это выпалила единым залпом, а потом перевела свой взгляд на Юру и замерла. «Так ведь это был ты? Ты сидел за дверью и переживал. И как я тебя сразу не узнала? Ты и есть тот самый жених!» «Бывший!» – вступилась за Юру Люба. «Танюш, мы уже знаем о её шоу. Ты только лишний раз подтвердила наши догадки». «Да, всё стало на свои места», – подтвердил Юра. «Теперь я уж точно окончательно выздоровел». «Спасибо тебе, девочка!» – искренне от всего сердца пожала ей руку Марина Борисовна. «Танюш, как ты вовремя нашла нас? А вот они…» – она кивнула головой на ребят. «Они не верили, что человек на такое способен». «Но что-то не сходится. А как же получается, что мама вызвала скорую?» – вдруг спохватился Юра. «Ведь она на работе. Да и никого дома не было, когда я пришёл». А получается, что она сама вызвала и представилась своей мамой. Вот до чего докатилась!» – сокрушённо покачала головой Марина Борисовна. «Жаль мне её родителей. Избаловали они её до предела. Да и я тоже. Чего уж греха таить!» Она на минуту задумалась, потом спросила. «Танюш, а ты не знаешь, когда её выписывают?» «Да вот проснётся, и будем с ней прощаться!» – пожала плечами Таня. «Жизни-то ничего не угрожает. Чего ей тут делать?» «Я бы так не сказала». С сомнением покачала головой Юрина мама, а потом повернулась к сыну. «Юра, вы идите с Любашкой отдыхайте, а я заберу Надю. Ей сейчас очень помощь моя нужна». Когда Надя открыла глаза, то первого, кого она увидела, была её любимая учительница. Девушку перевезли в палату, которая пока пустовала, и благодаря стараниям Танюшки их оставили наедине. «Марина Борисовна, мне так плохо!» – простонала она, и её глаза наполнились слезами. И в эту минуту она вовсе не играла. Она чувствовала себя самой несчастной девушкой на свете. «Ничего, девочка!» Марина Борисовна осторожно взяла её слабую руку. «Ты уже на пути к выздоровлению». «А где Юра?» – прошептала Надя, и в глазах её появилась надежда. «Мне сказали, он здесь». «Я его отправила домой», – спокойно ответила женщина. «Он очень устал». «Ну и заставила же ты нас попереживать». «А теперь ответь мне, девочка, зачем? Чего ты хотела добиться?» «Я люблю его», – совсем тихо прошептала Надя, отводя свой взгляд. «Мне так плохо без него». «А с ним хорошо?» – вдруг спросила Марина Борисовна, глядя ей прямо в глаза. «Только не отвечай сразу. Хорошо подумай». Надя задумалась. «Представь такую картину, что тебе придётся не просто видеться по выходным, а жить с ним ежедневно, всю жизнь. Ты готова к этому?» «Не знаю». Надя как-то испуганно взглянула на неё. «Вот. Чем ты руководствовалась, когда сбежала со свадьбы?» «Я думаю, видимо, своим прозрением. Ты тогда испугалась, что это навсегда. Что если сейчас всё не отменишь, то потом будешь жалеть всю жизнь. Ведь так?» Надя слегка пожала плечами, а потом кивнула. «И что мне теперь делать?» Жалобно посмотрела она на свою бывшую учительницу. «А что с твоим парнем, Олегом, кажется? Ведь ты его полюбила тогда и про Юру забыла моментально. Сопротивлялась изо всех сил, требуя свободу. А что сейчас случилось? Ты разлюбила его?» «Не знаю. Я совсем запуталась». Слёзы снова выступили на её глазах. «Мне кажется, он меня не любит. Ну, по крайней мере, не так, как Юра. Если мы ссоримся, то он не спешит просить прощения. А Юра всегда первый мирился». «Ах, вот оно что!» «Просто Олег оказался более принципиальным, категоричным. Не обращал внимания на твои капризы», – усмехнулась Марина Борисовна. «Девочка, послушай меня. Тебе не кажется, что ты слишком надолго задержалась на стадии маленькой капризной девочки? Не пора ли тебе повзрослеть? Взгляни на себя со стороны повнимательнее и поставь себя на место Юры или Олега. Ты бы стала такую любить». Олег повзрослел быстрее Юры. «Да и не знал он тебя маленькую. Не знал, вот и не принимает твои детские выкрутасы». «И что мне теперь делать?» – взволнованно повторила Надя. От её апатии не осталось и следа. «Ты бы хотела вернуть Олега?» «Да, хотела бы, но он не ищет со мной контакта. А зачем ждать, когда можно сделать первый шаг самой, но только не такой, как с Юрой, без всяких истерик и мыслей о самоутверждении? На этот раз ты должна показать ему свою зрелость и своё уважение к его чувствам, потому что он свободен в своём выборе». «И даже если он меня разлюбил?» «Даже если он тебя разлюбил, тогда можно остаться просто друзьями и уважать друг друга. Поверь мне, девочка, это гораздо лучше, чем держать на него обиду всю свою жизнь. Я тебе сейчас свою личную историю расскажу, и ты всё поймёшь». Марина Борисовна сделала паузу, собираясь с мыслями, а Надя затаила дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова. «Мы с Димой очень сильно любили друг друга, но у меня была такая же ситуация, как у тебя. Влюблённый в меня одноклассник, и я невольно сравнивала одноклассника с Димой. Мне всё время казалось, что Дима любит меня меньше Сергея, и на этой почве мы постоянно ссорились. Я была очень обидчивой. Однажды мы сильно поругались. Я на что-то обиделась, а он вдруг вспыхнул и заявил, что ему всё надоело. Надоело постоянно оправдываться. Надоели мои капризы и придирки. Надоело моё постоянное требование и внимание. Дима сказал мне, что чувствует себя как в тюрьме, поэтому мечтает о свободе. Он всё это мне высказал и ушёл, хлопнув дверью. Я тогда проплакала трое суток. Обида затмила моё сознание. Я его почти возненавидела. С мстительной гордостью решила, что отпускаю его на все четыре стороны. Пусть катится. Мне не нужен такой эгоист. Тогда я даже понятия не имела о личных границах, которые я постоянно нарушала. Нет бы задуматься о своём неправильном поведении и сделать нужные выводы. Но ни в школе, ни в институте нас такому не обучали. То время нужной литературы днём с огнём не найти. Я руководствовалась только обидой и безмерной гордыней, и на зло ему выскочила замуж за Сергея. Думала, он меня так сильно любит, что его любви хватит на нас обоих на долгие годы. Но мне не удалось заполнить душевную пустоту. Я только потребляла его любовь, взамен ничего не отдавая. Потом родился Юра, и всю свою нерастраченную любовь я отдавала сыну. Понятное дело, что Сергея надолго не хватило. Играв одни ворота, всегда ведёт к поражению. И спустя время он ушёл. Ушёл к другой женщине, которая смогла его оценить и полюбить его искренне. Надя потрясённо смотрела на свою учительницу. Ну а тот, ваша бывшая любовь. Спустя год Дима тоже женился. Я старалась ничего о нём не знать. Но наши общие друзья периодически докладывали мне о его жизни, не без тайного удовлетворения подчёркивая, что он счастлив. И знаешь, это ещё больше подстёгивало мою обиду на него, делало меня несчастной. «Как жалко! И больше вы его не видели?» – взволнованно спросила Надя. «Представляешь, столько лет не виделись, хоть и живём в одном городе. Но недавно встретились, нечаянно столкнулись с торговым центром лицом к лицу». Улыбнулась Марина Борисовна. «Я остолбенела от неожиданности, не зная, как реагировать». А он обрадовался, искренне обрадовался. Пригласил в кафе посидеть, поговорить. Сказал, что всю жизнь меня забыть не может. Ищет постоянно в толпе глазами. Что жалеет, что не поговорил тогда со мной. Винит себя, что сам отдал меня другому. Представляешь? Глаза Марины Борисовны засверкали, как у юной девушки, и вся она раскраснелась и даже помолодела. Оказывается, он тоже женился не по любви. Сейчас они живут как чужие. Дочь уже взрослая, студентка. «А сейчас?» – воскликнула Надя. «Почему бы вам сейчас всё не начать сначала? Ведь стать счастливыми никогда не поздно». «Эх, Надя!» – вздохнула Марина Борисовна. «Упустила я своё счастье. Мне сейчас только и остаётся, что учить вас своим собственным примером, предостерегать от ошибок. Ведь та обида разрушала меня столько лет, и только сейчас, простив его, я оттаяла. Жизнь заиграла другими красками, и я многое поняла и переоценила. Так что, девочка, не упусти своего счастья. Позвони ему первой. Отпусти свои обиды». Через неделю Марина Борисовна, статная, красивая, в шикарном платье, с модельной прической и сверкающими от счастья глазами, принимала поздравления с юбилеем. Юра с Любой первыми держали поздравительную речь. Она вскочила с места, обняла их, расцеловала и расплакалась. «Господи, как же я счастлива сегодня». Она уже давно не чувствовала себя такой счастливой. Веселилась, смеялась, танцевала до упаду, пребывая в самом распрекрасном расположении духа. Но сердце её томилось, словно чего-то ещё ждало. И оно не обмануло её. Один такой момент к ней вдруг подошёл Юра и, стараясь перекричать громкую музыку, произнёс. «Мам, там в фойе тебя ждёт очень загадочный сюрприз. Поскорее иди туда». Первое, что она увидела, спустившись по лестнице, огромный букет роз, закрывающий человека почти полностью. Сердце её затрепетало. Такого количества роз она ещё никогда не получала. Подойдя ближе, остановилась, переведя дыхание. «Сюрприз!» Услышала она знакомый голос и из-за букета вынырнул сияющий Дмитрий. «С юбилеем, дорогая!» Дмитрий шагнул вперёд и протянул ей букет, а потом медленно достал из кармана коробочку. Она как завороженная открыла её. Там лежал восхитительный комплект с жемчугом, ожерелье и кольцо. «Ой!» Только и воскликнула Марина, всё вспыхнув от восторга. «Ты с ума сошёл! Зачем?» Он обнял её и прошептал. «А помнишь, ты в юности мечтала о таком? У кого-то увидела, и глаза твои загорелись. А я с ума сходил, что не могу сделать тебе такой подарок. И вот сейчас и моя, и твоя мечты исполнены. «Надо же! И ты это помнишь?» Марина с благодарностью взглянула на него. «Конечно, помню! И ещё!» Он набрал воздуха в грудь, собираясь сказать нечто важное. «Вчера мы подали на развод. Она сама предложила, представляешь?» Словно почувствовала, что настала пора. Оказывается, у неё уже давно кто-то есть, а я даже не замечал. «Так вот, можно я не буду тратить зря время? Я так долго об этом мечтал. Мариночка, выходи за меня замуж!» Марина подняла на него изумлённый взгляд. Она стояла оглушённая и растерянная. На секунду ей показалось, что она снова вернулась в юность, что как по волшебству исполнились все её юношеские мечты. И только спускающиеся по ступенькам Юра и Люба вернули её в реальность. Она очнулась. И когда Юра подошёл совсем близко, одной рукой взяла сына за руку, а другой Дмитрия, а потом соединила их руки. «Знакомься, Юра, это твой настоящий отец Дмитрий Александрович». Люба ахнула, а мужчины вытаращили глаза друг на друга, а потом на Марину Борисовну. «Марина, как же так?» Только и вымолвил Дмитрий. Его губы дрогнули, и чтобы скрыть нахлынувшее волнение, он порывистым жестом притянул к себе обомлевшего паренька и крепко стиснул. «Господи, как же я счастлив! Ну здравствуй, сын!» «Здравствуй, отец!» «Мама?» Юра растерянно оглянулся. «Мама, ну почему ты раньше молчала?» Марина Борисовна стояла в сторонке и молча утирала слёзы. «Я боялась, я боялась, что вы меня не простите. Думала, никогда не смогу признаться». «Боже мой, так это я на тебя беременную тогда накричал!» Ужасе воскликнул Дмитрий. «Никогда себе не прощу!» Вьёл себя как идиот, как истеричная барышня. «Прости меня, дорогая, прости!» «Теперь я понимаю твою обиду!» «Нет, это ты меня прости!» Упрямо качала головой Марина, всё ещё утирая слёзы. «А я тебя отлично понимаю! Ну сколько можно было терпеть мои капризы?» «Ну всё, всё, успокойтесь!» Юра обнял обоих родителей. «Я очень рад, что вы наконец-то нашли друг друга и простили. И я теперь понял, почему мой отец всегда вёл себя как чужой. Я очень на него обижался, а теперь всё стало на свои места!» «Ой, можно мы пойдём с Любой прогуляемся? Столько всего навалилось в последнее время. Да и вам нужно поговорить!» Юра с Любой ушли, а они ещё долго стояли обнявшись, переполненные чувствами. «Ой, а как же мои гости?» – спохватилась Марина. «Идём праздновать, а все разговоры завтра». Она взяла Дмитрия под руку и они только развернулись, чтобы подняться по лестнице, как она услышала радостный возглас. «Марина Борисовна, подождите!» Поев, бежала счастливая Надюшка с букетом цветов и тут же повисла у неё на шее. «Дорогая, любимая, замечательная Мариночка Борисовна, с юбилеем вас!» На одном дыхании выпалила она. «Счастья вам безмерного! Я вам так благодарна, вы даже не представляете, как!» Марина Борисовна загадочно улыбнулась. «Всё получилось?» Надя только кивнула головой, сияя улыбкой. «Он там, на скамейке меня ждёт!» – возбуждённо прошептала она. «Постеснялся сюда идти!» «Вы были правы!» Он так обрадовался моему звонку. Говорит, ждал, пока я сама не разберусь в своих чувствах. Не хотел на меня давить. «Марина Борисовна, я так счастлива! Спасибо вам огромное!» И тут Надя бросила быстрый взгляд на Дмитрия. «Неужели это он?» – шепнула она. «Да, он!» «Ой, как я рада за вас!» – пискнула Надя. «Пусть у вас будет всё хорошо!» «Спасибо, девочка! Тебе тоже счастья и любви! Надеюсь, ты тоже правильно усвоила урок!» «Ещё как усвоила!» «Ну, я побежала!» «А может, к нам за праздничный стол?» – спросила Марина Борисовна. «Да нет, Олег стесняется! Мы лучше вдвоём погуляем!» Надя махнула рукой, послала воздушный поцелуй и тут же убежала. «Так я не услышал ответа!» Поднимаясь по лестнице, Дима крепко прижал Марину к себе. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Ну, конечно же, да!» Она на секунду остановилась, спрятав на его груди полыхающее лицо. «Неужели ты сомневался?» Юра и Люба медленно шли по улице, держась за руки, как вдруг из-за угла вывернули им навстречу Надя и Олег. Поравнялись, остановились. Парни молча протянули друг другу руки, а Надя протянула руку Любе, а потом Юре. «Желаю счастья!» Чуть смущенно улыбнулась она. «Взаимно!» Улыбнулась Люба. «И вам счастья!» Кивнул Юра. Они разошлись, и каждый почувствовал, как в этот момент с души упал увесистый камень, и какой прекрасной кажется жизнь, когда на душе не остается и капли обиды.